Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и гость нашей студии сегодня Андрей Корнеев, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы МВД Хакасии. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Во всем мире происходят преступления, связанные с использованием оружия. Хакасия, к сожалению, в этом плане не исключение. И вопросы хранения, ношения, использования оружия сегодня актуальны очень. Вот скажите, сколько на сегодняшний день в Хакасии людей имеют на руках оружие? Ну, на сегодняшний день у нас более 21 тысячи граждан имеют на руках более 25 тысяч единиц различного оружия. И нарезного, и гладкоствольного, и травматического, и холодного боевого. Ну, наверное, среди этого количества есть и коллекционное оружие. Ну, коллекционеров у нас немного, их всего два. Это лица, которые имеют лицензию именно на коллекционирование различного холодного оружия. Не огнестрельного, подчеркну, а холодного. То есть пока на сегодняшний день у нас коллекционеров, которые имеют лицензию на коллекционирование огнестрельного оружия, пока нет. Но у нас зато есть музей МВД. Да, есть музей МВД, в котором содержится уже большая коллекция различного оружия, которое в свое время когда-то изымалось за различные по уголовным делам. Просто граждане сдавали это оружие. Есть реаритетные на самом деле единицы. Единицы оружия, которое использовалось в Великой Отечественной войне. Даже есть, скажу, немецкий пулемет станковый. Ну, то есть можно прийти к нам в музей, можно ознакомиться с этой коллекцией. Ну, понятно, что это не просто будет сделать. Надо будет прийти и предварительно с подразделением, по связям с общественностью связаться. И, я думаю, они организуют такую экскурсию, расскажут и покажут вот эту коллекцию. О самом интересном. Но кем и как вообще у нас осуществляется контроль за выдачей, хранением, оборотом оружия? Ну, в соответствии с действующим законодательством, весь контроль возложен на подразделения полиции. Ну, соответственно, это, как правило, сотрудники участковой, уполномоченной полиции, сотрудники лицензионно-разрешительной работы. Ну, и вот на сегодняшний день мы привлекаем для контроля сотрудников других служб, потому что, ну, понятно, у нас сокращение численности, не всегда количество владельцев большое. Иногда они живут на удаленных участках местности. То есть добраться тоже туда не всегда получается, потому что и транспорт, и дорожная иногда обстановка. Ну, много моментов, по которым не позволяют этого сделать. Вот поэтому, ну, именно сотрудников полиции мы для контроля за владельцами оружия привлекаем. Ну, сегодня сложно вообще получить лицензию на ношение, хранение оружия? Ну, на сегодняшний день, конечно, просто ничего не делается. У нас прошли где-то в середине 2015 года изменения в законодательстве. Там было ужесточено, ну, то есть сейчас обязательно гражданин перед получением лицензии на оружие обязан пройти токсикологическое исследование на наличие наркотических веществ в организме. То есть это у нас делается в республиканском центре, и, ну, для граждан, конечно, маленько неудобно. Но вот такие ужесточения в законодательстве прошли, и теперь без получения вот этого медицинского заключения на отсутствие наркотиков в крови мы оружие не выдаем. Ну, а сколько времени проходит примерно? Вот от момента, когда человек решил, что у него будет оружие, до того момента, когда он получил лицензию? Ну, момент от подачи заявления к нам до выдачи лицензии месяц. Но для этого сначала гражданин должен определиться, что он хочет приобретать. Оружие для охоты, либо это будет оружие для самообороны. В зависимости от этого гражданин будет и собирать, ну, пакет документов, которые необходимы для такого или для такого вида оружия. А так, от момента подачи заявления всего месяц мы проводим все проверки, и гражданин получает лицензию, соответственно, идет, приобретает, и потом в течение 14 дней получает разрешение на хранение и использование этого оружия. То есть ситуация, когда я хочу, чтобы у меня было оружие, а потом я придумаю, какое? Нет, ну, это же, конечно, нет, ну, конечно, не пройдет. Надо сначала определиться, что хочет гражданин. Хочет он какой-то определенный вид оружия. Я говорю, вот, либо эту травматику, либо гладкоствольное. Потому что для получения огнестрельного оружия с нарезным стволом надо иметь в пользовании гладкоствольное оружие не менее пяти лет. То есть, ну, вот, соответственно, здесь уже срок должен быть. То есть гражданин должен понимать, что сегодня я купил гладкоствольное, завтра нарезное ему никто не даст, пока, соответственно, не выйдет вот этот пятилетний страж. Сделан сайт госуслуг, где гражданину облегчается возможность получения лицензии на приобретение оружия. Ну, не ходить по инстанциям, как говорится, не приходить к нам. То есть надо будет прийти всего один раз, принести уже в конечном результате оригиналы документов и получить лицензию. Вот для этого время хождения по всем этим инстанциям сокращается в разы. То есть человек может дома зарегистрироваться на сайте госуслуг, выбрать услугу, ту, которую ему надо, ответить там на перечень вопросов, которые там представлены, и подать заявление в электронном виде. Ну, вопрос о том, стоит ужесточить или смягчить законодательство в сфере обороте оружия, это у нас возникает, я не знаю, мне кажется, каждые полгода, наверное, да? Да, конечно. Вообще, вот как вы считаете, что у нас стоит изменять наше законодательство? Ну, у нас законодательство на самом деле изменяется сейчас в последнее время очень часто, практически раз в полгода добавляются какие-то новшества. И вот одним из, как сказать, может быть, ужесточений именно к лицам, которые имеют оружие, вот сейчас вышла, это статья 20.8 административного кодекса, которая говорит о том, что человек, не продливший разрешение, может его совсем лишиться. То есть, статья предусматривает конфискацию оружия. То есть, это человек, который законно имеет, но по каким-то причинам не продлил соответствующие документы. У нас уже первые пробные моменты отработали. В Остебаканском районе уже есть такие моменты, когда людей, просто у людей конфисковали оружие. Там идет либо штраф денежный, либо административный арест. Но конфискация оружия предусмотрена и там, и там. То есть, поэтому законодательство у нас меняется. И я думаю, что ужесточение оружия, ну, все-таки это предмет повышенной опасности. И я думаю, что ужесточения вот к нарушителям должны быть. Ну, а если сравнивать нашу страну с другими странами, у нас достаточно лояльное законодательство или нет? Ну, с зарубежным законодательством тяжело сравнивать, потому что в разных странах везде по-разному. Ну, вот насколько неизвестно, за рубежом, ну, там тоже не очень просто получить оружие. Это, как говорят, просто пришел в магазин и купил. То есть там на самом деле все тоже не так просто. Там только другие органы этим занимаются. У них нет таких подразделений, как у нас. Ну, и стоит все-таки ужесточать наш. Ну, я думаю, оно и будет. Оно и ужесточается с каждые полгода. Я же говорю, с каждые полгода идет какое-то обновление. То есть у нас сейчас динамично все это идет. И идет это в сторону ужесточения. Я думаю, что у нас... Конечно, там планируется много поблажек. Я не буду о них говорить, потому что, ну, это будет неправильно. А просто вот общался с коллегами из центральных регионов. Вроде как рассматривают какие-то поблажки для граждан, там, увеличение каких-то сроков. Ну, не буду об этом, потому что, чтобы не распускать, как говорится, слухов и каких-то недостоверных сведений. Вот. Ну, и прорабатываются вопросы вот именно об ужесточении. Именно за контролем, за хранением, за использованием оружия. То есть не за процессами его получения, а именно уже, когда человек получил это оружие. Вот в этом моменте, я думаю, что и... Ну, предмет повышенной опасности надо, чтобы люди понимали, что это несет и угрозу жизни, здоровью граждан. Ну, а для тех, кто хранит оружие незаконно дома, есть какие-то бонусы, так сказать? На сегодняшний день у нас действует постановление в республике Хакаси, когда гражданин может сдать огнестрельное оружие за денежное вознаграждение. То есть это касается только того оружия, которое не зарегистрировано. Ну, у нас, для примера, много таких случаев, когда, допустим, у гражданина было ружье, да, он скончался, и родственники потом обнаруживают данное оружие там либо дома где-то спрятанное, то есть его никто не видел. То есть оно и на учет никогда не становилось, это оружие. Вот они могут его сдать и за это получат вознаграждение, ну, в сумме, там, денежной сумме. Угу. Ну, а вообще, насколько часто у нас совершаются преступления с использованием оружия именно зарегистрированного? Ну, на сегодняшний день у нас имеется рост таких преступлений, скрывать не буду. Немного, но рост есть. Причем рост сейчас стало увеличение преступлений именно вот за незаконную охоту. То есть охота у нас на копытных, на косулю, в частности, закрыта на территории, была вот в прошлом году, на территории Хакасии. И граждане, используя зарегистрированное оружие, все же едут, их, соответственно, ловят. Они у нас, вот мы и по концу года делали сюжет, я не помню, где, в какой компании телевизионной, ну, показывали. И мы, в частности, работали в этом направлении и ловили людей. Ну, как бы, большой прирост этих преступлений у нас дала незаконная охота. То есть граждан не останавливают ничто, они просто едут в лес с целью добычи вот этих запрещенных видов. Ну, раз уж мы коснулись СМИ, коснулись телевизора, так сказать, в последнее время очень много сцен по телевизору показывают именно кровавых, да, с использованием оружия. Как вы думаете, это как-то влияет вот на психику людей, на криминогенную обстановку? Ну, наверное, влияет. Я думаю, что, когда человеку вдалбливают, как бегают, стреляют, кувыркаются, как разлетаются какие-то части тела, ну, наверное, да, на психику это влияет. И я думаю, что влияет это в плохую сторону. Поэтому, ну, я еще раз вот к тому, что, ну, может быть, как-то законодательно где-то, чтобы ограничить сцены вот именно вот, ну, такого плана. Да, с насилием. Ну, это мое чисто сугубо такое мнение. Ну, поэтому я думаю, что негативно влияют вот эти моменты на психику наших граждан. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Андрей Корнеев, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы МВД по Хакасии. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова